Начнем беседовать о чувствах. Итак, Махабутанья, Ханкара, Будхир, Агьяктов, Эва, Ча, Индрияне, Даша и Камча. Индрияне, Даша и Камча. Это значит, что существует 11 чувств. Даша, Экам, Ча. Значит, существует 11 чувств. Из них существует 5 чувств познания. 5 чувств деятельности. И у каждого чувства есть также свой орган чувств. 5 чувств познания. Это слух. Осязание. Дальше зрение. Дальше вкус. И обоняние. Это последнее чувство. Чувство из чувств познания. Чувство деятельности. Это язык. Вернее, не так, надо говорить. Это не язык, а это способность говорить, способность мастерить, способность двигаться, способность заниматься сексом и способность очищаться от шлаков. У пяти чувств познания существуют их органы, с помощью которых они познают мир. Это чувство слуха. Это орган слуха. Уши. И внутреннее ухо. Орган зрения. Что за внутреннее ухо? Внутреннее ухо. А, среднее? Да. Орган зрения. Орган кожной чувствительности. Орган... То есть, органы сезания, кожная чувствительность, органы воняния. Также существует... Для чувств деятельности существует также... Также существует язык, руки, ноги, гениталии и анус. Таким образом, существует десять чувств. Десять чувств. Всего и одиннадцатым чувством является ум. Считается, согласно этическому знанию, ум это главное чувство. Из него исходят все остальные десять чувств. И мы фактически живем в уме. Это значит, что десять чувств вне деятельности ума функционировать не могут. Однако же следует знать, что чувства подчинены не уму, а разуму. И если разум находится в состоянии невежества, то он сам себя подчиняет чувствам. То есть, разум может быть в благости, или в страсти, или в невежестве. В благостный разум он подчиняет себе чувства. Страстный разум действует согласно выгоде. Он может подчинить себе чувства, может нет. И невежественный разум находится под контролем чувств. Ум всегда занимает промежуточное положение. И поэтому ум может быть и другом, и врагом. Если ум друг, это значит, что разум друг. Сам по себе ум, он просто марионетка в руках разума. Если разум действует в благости, то есть человек находится в состоянии желания бескорыстного служения, в этом случае чувство, ум подчиняет себе чувства, и разум подчиняет себе ум. Если человек находится в состоянии эгоистических желаний, то в этом случае эгоизм означает, что в разуме утверждается ложное эго, которое немедленно заставляет разум подчиниться чувствам. Так действует ложное эго. Оно заставляет разум подчиниться чувствам. Чувства занимают главенствующее положение, и ум становится врагом. В одну секунду ум может превратиться из друга во врага, поэтому, согласно этическому знанию, человек не должен доверять своему уму. А доверять своему уму означает слушать те мысли, которые приходят в ум. Оказывается, что мысли, приходящие в ум, они зависят от деятельности гун материальной природы и связаны с нашей кармой. У нас существует глубинная память умая, с которой выходят наши грехи один за другим, и благочестивые поступки, и они вызывают в глубине ума сначала побуждение, потом это превращается в побуждение, превращается в желание. Желание заставляет нас мыслить определенным образом, иметь определенное настроение и действовать определенным образом. Таким образом, существует четыре ответа на побуждение. Мысленный ответ, эмоциональный ответ, волевой ответ и ответ в виде желания. Все эти четыре ответа на побуждение ума, они действуют через чувства. И может ум действовать как одиннадцатое чувство в этом случае, тогда человек действует на уровне размышлений и эмоций. Вот, может он отдавать приоритет деятельности внешних чувств. И тогда мы начинаем воспринимать мир, не внутренний мир, а мир, который существует вне нас. Из всех чувств, чувство слуха является самым главным, потому что оно дает человеку возможность очистить разум и увеличить его силу. Если человек смиренно слушает об абсолютной истине, его разум очищается. Если человек занимается выполнением своих обязанностей, согласно тому, что он услышал, то его разум приобретает силу. Таким образом, существует два направления деятельности живого существа, основных согласно деятельности слуха. То есть, первая часть — это внимательно слушать. Здесь в этой шлоке говорится, первая часть деятельности через слушание — это внимательно слушать. Вторая часть — это задавать вопросы и действовать. Севая служить. Действовать согласно тому, что ты услышал. Это означает очищение. Первое — снимательное слушание от очищения разума. Второе — деятельность согласно природе своей. Это увеличение силы разума. Через слух это всё возможно. Чувство слуха не зависит... То есть, от органа слуха имеет второстепенное значение в чувстве слуха. Потому что чувство слуха может действовать само по себе без органа слуха. Например, человек может просто прочитать то, что написано кем-то, посмотреть на фотографию духовного учителя и как бы услышать наставление в своём уме. То есть, в этом случае он как бы будет чувствовать, как будто ему дают наставление. Это фактически деятельность органа слуха вне внешнего органа. Такое возможно. Глухие люди тоже могут воспевать святое имя. Они могут повторять мантру. При этом они её не будут слышать, но они будут чувствовать внутренним органом. Они будут чувствовать в уме, как действует орган слуха. Как действует этот орган, они будут чувствовать в своём уме, и они будут получать шабду всё равно. То есть, шабда не означает чисто звуковые волны, которые воспринимают наш орган слуха внешний. Шабда означает нечто более глубокое. Так, например, если человек услышал звук, это ещё не значит, что он воспринял шабду этого звука. То есть, шабда — это не означает воздействие на сознание звуковых волн. Шабда означает воздействие звука на разум. То есть, звук воспринимается разумом. Тактильное чувство тоже воспринимается разумом. Тактильное чувство — это второе по значимости для человека чувство, которое очищает разум. Человеку, у которого чистует тактильное чувство, он способен иметь чистый разум. Самый главный метод очищения тактильной чувствительности — это дыхательные упражнения. Потому что тактильная чувствительность также означает чувствительность бронхов. То есть, тактильное чувство, оно распространяется также на бронхи и на кожу. То есть, тактильное чувство означает способность контактировать с движением жизненного воздуха. То есть, когда мы вдыхаем легкий воздух, то там тоже движется воздух жизненный. И человек, который освоен правильно дышать, он может очистить свой разум. Также следует знать, что очищение разума идет из очищения кожи. Очищение кожи не означает, что мы просто ходим в чистой одежде. Очищение кожи означает украшение кожи, потому что кожа хочет наслаждаться. Кожа хочет наслаждаться, это означает грязный разум, оскорененный разум. Если человек потакает желанию своей кожи наслаждаться, он умощает ее, не нужно, без необходимости для здоровья, просто умощает для своего удовольствия. Кожу умощает различными ароматическими маслами. Если он использует в обычном бритье, там еще что-то, использует какие-то ароматизаторы, которые потом придают коже определенный запах, то в этом случае он ускверняется, как ни странно. Кажется, что он очистился, у него хорошо пахнет. Но на самом деле он наслаждается этим запахом, который идет от тела. Таким образом, это наслаждение от кожи, оно вызывает увеличение ложного эго в коже, что приводит к загрязнению разума. Таким образом, человек должен... Частота кожи не означает, что мы умостили ее ароматическими маслами. Частота кожи означает аскетизм кожи. Кожа должна быть свободна от грязи, и мы не должны носить чрезмерно богатые одежды, и также мы не должны источать благовоние. Исключением является женщина, замужняя женщина. Женщина, которая отречена, она не должна благовония пользоваться благовониями. Также не должна пользоваться благовония женщина, которая поджарит божества. Женщина, замужняя женщина, может пользоваться благовониями с целью привлечь внимание своего мужа, потому что как бы семейные отношения, они строятся на кожной чувствительности, как ни странно. Кожные чувства являются основным в половых отношениях, мы должны это знать. Поэтому женщина, которая хочет поддержать хорошее отношение, еще у которой не сложились духовные отношения с мужем, она должна стараться, чтобы муж был доволен ей, то есть она должна вводить его немножко в мае, с внешними этими атрибутами, чтобы он испытывал счастье, которое он хотел, женившись. Таким образом женщина поддерживает это умное настроение, наслаждение в семье. Но как только семья приступает к чистому предному служению, то женщине нет необходимости умощать свое тело маслами, она должна умощать маслами тело Господа. И тогда удовлетворение чувств, кожной чувствительности наступает у супругов в результате этой деятельности. И это преданным следует знать, что когда мы делаем то же самое с телом Господа, что мы со своим телом хотим делать, то наша кожная чувствительность очищается и разум тоже очищается. Таким образом. Существует также чувство зрения. Чувство зрения, оно мало влияет на разум. Почему? Потому что оно сильно, очень сильно эмоционально. То есть чувство зрения очень сильно эмоционально, а звук, он не имеет особо больших эмоций. Чувство зрения таким образом больше связано с умом. И мы это можем видеть в жизни. То, что мы влюбляемся глазами в женщину, мы влюбляемся глазами в любовь, это атрибут ума, это не атрибут разума. Женщина же, она может влюбиться ушами, потому что для женщины любовь также это означает получить наставника в жизни. Женщина, которая влюбляется ушами, она получает себе наставника в жизни и очищает свое сознание. Женщина, которая влюбляется глазами, она делает неправильно. Мужчина же может влюбиться глазами, потому что, в принципе, ему не нужно получать наставления от своей жены. Ему нужно просто объехать, наслаждение какое-то, смягчить свою суровую жизнь, если не может ей жить в этой суровой жизни. Таким образом, мужчина воспринимает женщину через глаза, и также он воспринимает через глаза в окружающий мир. Это восприятие через глаза окружающего мира называется майей. Потому что человек, который доверяет своим глазам больше, чем своим ушам, он таким образом находится в майей. Чувство зрения, оно очень сильно увеличивает красоту этого материального мира, то есть оно увеличивает краски. Мы видим, что эти краски, они на самом деле всегда являются обманом. Потому что, если, допустим, взять красиво одетую женщину, очень изящно подобранные одежда там и так далее, волосы украшенные и так далее, и губы, мы видим, что это как бы привлекает очень глаза. И ум, несомненно, в этом случае становится врагом. Почему? Потому что он выходит из-под контроля разума. Он начинает сам диктовать разуму, что есть что. Он говорит, это на самом деле очень замечательно, смотреть на такую женщину. Люди, которые прахмачари смотрят как бы с чувством отвращения, но все равно не отрывают взгляды. Это означает привязанность со знаком минус. И в том и другом случае ум становится врагом обусловленной души, потому что доверять своим глазам нельзя. Это основной признак, основное как бы, основное правило для достижения духовного прогресса. Человек должен доверять своим ушам. И мужчина, который доверяет своим ушам, он также должен знать, что и разум может войти в марио от женского голоса. Но доверять своим ушам не означает слушать женщин. Доверять своим ушам означает слушать Святое Имя от авторитетного источника. И сверять этот голос, этот звук Святого Имя не со всем остальным в своей жизни. Итак, взгляд приводит нас в состояние, всегда в состояние привязанности к этому материальному миру. Поэтому Билл Мангл Атхакур, он выкол из себя глаза, потому что они ему были не нужны. Тем не менее, мы можем глазами читать шастры, изучать шастры. Для того, чтобы глаза, взгляд привести под контроль, нужно понять, что память, чувство памяти, очень больше всего связано именно со зрением, чувство зрения. Потому что память, она, ей существуют два вида памяти. Одна из них действует в основном на уровне разума, а другая действует на уровне ума. В основном у нас умственная память или образная память связана. Память разума, они являются образной памятью. Память разума — это память, что такое хорошо и что такое плохо. Человек помнит, что такое хорошо и что такое плохо. Это память разума. Есть память ума, она образную природу имеет. Если человек постоянно вспоминает божества и их образ, это значит, что он очищает свои чувства зрения, потому что чувства зрения очень сильно связаны с памятью. В результате этого он может постоянно смотреть на образ божества в своем уме И таким образом он очищает также и ум, потому что с чувством зрения ум больше всего связан, именно с чувством зрения. Теперь следующим является чувство вкуса, и чувство вкуса связано больше всего с чувством и в целом. То есть все чувства расшатываются благодаря необузданности языка, и чувство вкуса является фактически самым быстро реагируемым чувством. Для того, чтобы половое чувство ввести в сильное возбуждение, требуется какое-то время, допустим. Но чувство вкуса, оно приходит в возбуждение мгновенно. И чувство вкуса поэтому самое неконтролируемое, потому что потенциал возбуждения, чувство вкуса, он огромен. То есть человек, который начинает есть, он сам не замечая того, начинает распускать свои чувства во всех направлениях. Он начинает говорить о пошлости, он начинает глупости какие-то, думать о чем-то глупом. И это повторяется вновь и вновь, несмотря на то, что мы это понимаем. Это означает бесконтрольное чувство вкуса. В ведах говорится, что если человек обуздал язык, то он автоматически обуздывает все остальные чувства. Язык, как бы чувство вкуса является центральным чувством, вокруг него группируются чувства познания и чувства деятельности. Так, допустим, если человек обуздал язык, то чувства деятельности следующей гениталии, анус, руки, ноги, они начинают контролироваться. Точно так же, если человек обуздал язык, он уже не речь, а в данном случае вкушать, еду, тогда он начинает обуздывать и чувство зрения, чувство обоняния, связания и чувство слуха. Таким образом, в контроле чувств приоритет нужно отдавать обуздыванию своего языка. Двух направлений. Нужно научиться не говорить попусту. Первое направление. Второе направление. Нужно научиться очень концентрированно, сосредоточенно, правильно вкушать. Оказывается, что если человек, вкушая пищу, считает ее милостью, концентрацией милости Господа и очень сильно концентрируется на этом ощущении во время еды, то постепенно он очищает свое чувство вкуса. Это означает, что чувство вкуса, становясь чистым, оно не привлекается вкусом продуктов питания, оно привлекается вкусом любви к Богу. И признаком такого вкушения будет являться то, что люди во время вкушения естественным образом будут хотеть говорить о Боге во время вкушения. Когда человек привлекается к чувствам вкуса, идущим от продуктов питания, он оскорняет свое чувство вкуса, и у него появляется желание разговаривать на мирские темы. Потому что в этом случае чувство вкуса становится, имеет уже не духовную, а эгоистическую природу. Поэтому все разговоры во время еды таких людей сводятся к следующим темам. Кто где является, кто где плохой, усмешки, насмешки над какими-то людьми, кто плохой, кто хороший, мы лучшие, а не хуже, и политика. То есть насмешки, анекдоты, мы хорошие, а не плохие, и политика. Это означает оскорненное чувство вкуса. Во время еды это значит, что человек кушает не просад, а просто пищу. Во время беседы, если человек не пытается, не воспевает святое имя с чувством, то в этом случае воспевать с чувством это не означает просто бубнить. Существует определенный вид жертвоприношения, который называется отдача своей жизни, своего жизненного воздуха. Оказывается, во время повторения мантры человек должен отдавать свой жизненный воздух. Это выражается в чувственном повторении с чувством. Например, можно повторять «Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи». Чувства никакого нет, потому что жизненный воздух не отдавался. Если человек повторяет «Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Кришна, Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, Рама, Хареи Хареи». То есть это эмоционально-чувственное повторение. Это означает, что человек отдает свой жизненный воздух. Бахтиринот Хакур писал, что, говорил, что мы должны воспевать святое имя, как будто мы плачем. Мы плачем означает, мы что-то просим или отдаем. То есть другими словами, человек, который просит, он отдает свой жизненный воздух. Он говорит «Помогите, пожалуйста, помогите!» Если человек без чувства будет повторять «Помогите!» Он будет говорить «Подайте вредному коту базилию на пропитание». Никто не откликнется, потому что он удовлетворен внутри себя, ему не нужно кушать. Если человек кричит, вопит «Дайте мне кушать!» «Дайте мне кушать!» Он вопит, он хочет кушать. То кто-то подойдет, даст кушать. Потому что в этом случае он отдает свой жизненный воздух. Он отдает для того, чтобы кто-то подошел. Точно так же воспевая святое имя, если человек не вопит, а просто бубнит, это означает, что он никогда не добьется очищения своего чувства, своего языка. То есть он будет попросту болтать постоянно какую-то ерунду, у него не будет никакого желания говорить о Боге. Он будет говорить про джалку постоянно или думать про джалку. Таким образом, чтобы очистить свое деятельное чувство, орган речи, для этого надо с чувством воспевать святые имена. Также существует чувство обоняния. Это чувство обоняния, оно является самым грубым из всех пяти чувств познания. И оно фактически... С помощью этого чувства обоняния очень трудно дифференцировать, что такое хорошо, что такое плохо. Так часто нам иногда бензин кажется хорошим запахом, хотя он находится в невежестве. А запах, допустим, благовоний, благостных, нам не нравится. То есть чувство обоняния, оно попросту сказать, очень сильно связано с функциями самого организма. Если организм находится в невежестве, то и чувство обоняния будет невежественным. Так, например, людям, алкоголикам нравится запах бензина, спирта. Нефтяные эти запахи, это атомастичные запахи нефтяные. Женщинам нравится запах духов, хотя они тоже имеют нефтяную природу, все эти духи. Просто они немножко такие как бы сладковатые запахи или терпковатые. То есть часто женщины не понимают, что это запах всего лишь химический запах, не имеющий в себе никакой любви. То есть чувство обоняния фактически, оно сильно зависит от состояния организма. И поэтому нельзя доверять ему в полной степени. Однако же, когда человек предлагает Господу благовония и нюхает их, то в этом случае он очищает свое чувство обоняния. И он тогда будет способен дифференцировать чистые запахи, астаскверненных запахов. И это очень важно практиковать. Никогда не нужно нюхать непредложенные благовония. И не всегда нужно нюхать благовония, которые предложены Господу. Во время нюхания таких благовоний нужно сосредодачиваться на том, что мы нюхаем милость Господа, сам просад. Теперь мы поговорим в несколько другом ракурсе о чувствах познания. Оказывается, что чувство познания также связано с определенным видом страданий. То есть различные виды страданий связаны с разными чувствами. Например, чувство слуха, оно, если человек неправильно очищает чувство слуха, то у него развиваются болезни разума. Такие как шизофрения, эпилепсия, маниакальный депрессивный психоз, истерия. То есть болезни разума означают, что человек не способен совсем понять, что такое хорошо и что такое плохо. Он находится в абсолютно неразумном состоянии. Это означает, что он никогда никого не хотел слушать. То есть когда человек непослушный, то у него уже есть тенденция к болезням разума. И признак этой тенденции выражается в честь лишней самоуверенности. Когда человек говорит, я лучше знаю, я лучше понимаю, я лучше все делаю, я лучше, я лучше, я сам знаю, не учите меня и так далее. Когда он повторяет постоянно такие фразы, это значит, что его чувство слуха работает очень слабо в нужном направлении. Потому что человек, у которого чувство слуха работает хорошо, он содержит свое разум состояние смирения. Поэтому даже если он знает лучше, он не будет хвастаться и не будет говорить, что я знаю. Это означает деятельность чувства слуха в правильном направлении. Если же деятельность чувства слуха идет не в правильном направлении, то первый этап осквернение слуха – это нежелание слушать. Второй этап – это оправдание своего нежелания слушать. То есть я знаю, я понимаю лучше тебя эту тему. Оправдание нежелания слушать. Третий этап осквернение разума – это создание своей философии. То есть, на самом деле, все ничего не соображают, я соображаю лучше всех и так далее. Своя философия появляется. Четвёртый этап осквернений разума – это уход от общения, так как слушать некого, поэтому общаться тоже не с кем. Пятый этап деградации разума – это чрезмерная замкнутость в себе, и в результате этой чрезмерной замкнутости человек перестаёт выполнять свои обязанности перед обществом, потому что они ему не нужны, окружающие люди. И шестой этап осквернений разума – это шизофрения. Человек замыкается в себе, он теряет реальное восприятие мира. Таким образом, всё начинается с того, что человек перестаёт слушать, внимательно слушать истину от других людей. Человек должен учиться от любого человека, научиться дифференцировать истину. И такой человек, который способен дифференцировать истину, исходящий из уст любого человека, называется Фарамахамса. То есть, это качество Фарамахамса его в данном случае сравнивается с… То есть, Фарамахамс означает «подобный лебедю». Лебедь способен отделять молоко от воды. Точно так же человек, который является Фарамахамсом, он может отделять молоко от большого количества воды. Если человек, кто-то обычный человек рассказывает об истине, Фарамахамса будет всё равно с удовольствием его слушать, потому что он способен отделять молоко от воды. Там, допустим, у Пропады был такой случай, когда он очень сильно болел, у него был сердечный приступ, и к нему пришёл пьяный аэровидический врач. И он сказал ему… Он пощупал пульс и пьяным голосом сказал, что на самом деле сейчас пришло время уже… Приступ уже идёт на спад, и пришло время как можно больше ходить, тогда вы быстро восстановитесь. И несмотря на то, что он был абсолютно пьян, этот аэровидический врач, Жил Пропада последовал его совету, и он быстро вылечился. Это означает Фарамахамса, то есть пьяного человека послушал. Вроде бы кажется, что что там слушать, он в абсолютно пьяном состоянии был, и ученики не пускали даже этого доктора, Фарамахада его позвал. Таким образом, мы видим, что у Пропады нет проблем кого слушать. Фактически его слушать некого, потому что он лучше всех знает истину, но тем не менее он склонен слушать, потому что он действительно склонен очищать свой разум по-настоящему. Фарамахамса, также другим его признаком является то, что он любит непрерывно постоянно воспевать святые имена Господа. У него нет желания отвлекаться от этого процесса, потому что желание очищать свой разум для него является главным. Неправильное восприятие зрением окружающего мира нуждает в болезни ума. Болезни ума все связаны с плохими чертами характера, такими как лживость, лень, нерешительность, трусливость, раздражительность, гневливость, хамство и так далее. Это все связано с деятельностью ума. И человек, который неправильно воспринимает окружающий мир через глаза, он развивает в себе все эти плохие качества характера. В основном они приходят к нему через зрение. Так существует, согласно правильному восприятию мира, существует сознание мухи и сознание пчелы. Человек, который имеет сознание пчелы, он старается смотреть на окружающий мир глазами позитивного взгляда. В результате этого зрения, которое он ими обретает, благодаря изучению шастер, правильному состоянию разума, человек старается видеть все хорошее в окружающих людях и не замечать плохое. Или он замечает плохое, но с целью помочь человеку, а не с целью его наказать или издеваться над ним. Таким образом, человек, который смотрит как пчела на окружающий мир, он воспринимает только мед от всего, что он видит. Он пытается все исправить. Если он видит недостатки, он пытается исправить, но с добрым сердцем. Он не считает, что недостатки являются чем-то плохим. Он понимает, что это как бы поле деятельности, дающее возможность исправиться. Поэтому у него нет проблем с недостатками других людей. Свои же недостатки он воспринимает критически, желая победить их. Человек, имеющий сознание мухи, он начинает видеть одни только недостатки. Ему он критикует, начинает сильно критиковать всех окружающих людей. В результате этой склонности критиковать, у него появляется очень много плохих качеств характера. В зависимости от того, какой черту характера он критикует, такую плохую черту характера он и обретает. Потому что человек, который критикует, на него наваливается карма. Критика означает, что я становлюсь гуру. Только гуру может критиковать. Если ты себя ставишь в положении гуру, ты говоришь о недостатке другого человека. Это значит, что ты сам должен бороться внутри себя с этим недостатком. Если ты борешься внутри себя с этим недостатком, то ты можешь по-доброму кому-то сделать замечание, в этом нет ничего плохого. Но если человек просто от силы зависти начинает говорить о недостатках другого человека, сам при этом не борется с ними, то он тоже действует как гуру, но грехи этого человека наваливаются на него, и он приобретает отрицательное качество характера этого человека в результате. Так у нас портится характер в результате критики. Мы можем испортить его за год, за два, или за один месяц, или за один день, в зависимости от того, насколько интенсивно мы завидуем окружающим людям и критикуем им. Зависть означает негативное восприятие через зрение. Поэтому не существует другого способа достижения, как бы скверны, привести свою скверну, как замечательные достатки в окружающих людях. Чувство осязания, оно связано как с умом, так и с разумом, и оно дает болезни, связанные с деятельностью тела. Так, например, неправильно работающее чувство осязания дает кожные и аллергические заболевания, дает нарушение иммунитета организма, а также истощает организм и оскверняет его. Самым ярко выраженным чувством осязания является половое чувство. Хотя это и связано с органом деятельности, но тем не менее человек не только действует, но также получает какое-то познание окружающего мира через половое чувство, так как это также связано с чувством осязания. И человек, который познаёт свой окружающий мир через такой вид чувства осязания, у него постоянно все окружающие предметы вызывают половое чувство. Или он испытывает половой негативизм, или половой позитивизм в окружающем людям. Половой негативизм он испытывает, когда видит мужчину перед собой, а половой позитивизм он испытывает, когда видит женщину. Таким образом, если человек не очищает свое тактильное чувство, то в этом случае он очень быстро может деградировать, потому что тактильное чувство очень сильно оскверняет разум. Осквернение разума означает неспособность думать о возвышенном. То есть человек, который не очищает свое тактильное чувство, у него самоспособность думать об возвышенном очень снижена, и поэтому его мысли очень приземисты. То есть таким образом он входит в сознание мухи. Но кроме этого всего прочего, следует сказать, что человек, который не очищает свое тактильное чувство, очень быстро подвергает организм загрязнению шлаком, потому что именно с тактильным чувством связано очищение организма всегда. Через потовые железы выходят токсины, также они выходят через легкие, также даже выход из упражнений связан в какой-то степени с тактильным чувством. Другими словами, тактильное чувство, оно очень сильно связано с очищением организма или загрязнением его. Поэтому человек, который очень сильно настроен на половое восприятие мира, он таким образом фактически от него пахнет, как мы знаем, что мужчина, который очень сильно вожделеет, от него ведет едкий запах очень. Это означает очень едкий разум, едкое сознание. Человек должен укротить свое половое чувство, и таким образом он свой разум будет содержать в постоянной чистоте, а также у него не будут выделяться токсины в организме. И в результате этого он будет способен сохранить свой организм в состоянии бодрости, в бодром и деятельном состоянии на долгие годы. Следующее чувство – это чувство обоняния. Чувство обоняния, оно сильно связано с анатомическим строением организма. Так, допустим, если человек привержен каким-то едким ненужным запахом, ему нравится запах бензина, ацетона и так далее, это значит, что у него есть склонность к каким-то извращенным функциям в организме, которые могут привести к онкологии и так далее. А если человеку нравятся благостные и священные запахи, это значит, что его организм склонен действовать в благостном направлении и не оскорняться ненужным развитием в самом себе. Таким образом, чувство обоняния, оно указывает на то, что может привести к плохой работе организма, то есть к изменениям в органах. Например, в некоторых квартирах постоянно держится тухлый запах, очень плохой, неприятный запах. Люди, которые живут в таком состоянии сознания, они подвержены накоплению как бы неправильной информации в иммунитете, и в результате у них начинают развиваться различные болезни, связанные с поражением иммунной системы, такие как туберкулез, красная волчанка и так далее. Эти болезни связаны напрямую с чувством обоняния. А злокачественные опухоли тоже очень сильно связаны с этим чувством, потому что чувство обоняния означает изменение атомической структуры организма. Поэтому человек должен очищать свое чувство обоняния постоянно. Самый главный метод очищения чувства обоняния – это пытаться нюхать благовоние, предложенные Господу. Есть такой метод очищения, как промывание солью, но к этому тоже не следует слишком сильно привязываться, потому что точно так же, как мы удовлетворяем кожу, поглаживая ее и оскверняем ее таким образом, также мы можем удовлетворять нос, постоянно чрезмерно указывая, ну, как бы, чрезмерно заботясь о нем. То есть мы можем заботиться о чисте, но если нам нравится просто несколько раз в день заботиться о своем носе, побольше этим заниматься, это означает уже осквернение. То есть в этом случае человек становится, его чувство обоняния, человека становится очень чувствительным, и он не способен находиться даже 5 минут в том месте, где очень плохой запах, или чуть-чуть хотя бы плохой запах. Люди с чрезмерно обостренным чувством обоняния становятся склонными к аллергическим заболеваниям. Почему? Потому что они не могут воспринимать, через запах идет удар по организму, они не могут небольшое отклонение в запахе воспринимать. Так, например, амброзия действует на организм, вызывая аллергию. Ее запах находится в невежестве, и она, когда цветет, она распространяет свой запах на несколько километров вокруг. Люди, которые очень склонны как бы изнеживать свое чувство обоняния, они немедленно попадают под влияние этой травы. И я видел, как во время цветения амброзии многие люди страдают тяжелейшей аллергией, и покрывается все тело. Это означает, что они как бы неправильно относятся к самочувству обоняния. Они излишне изнежены. Но это может быть по природе свойственным таким, чрезмерная носовая чувствительность. Это также означает, что организм очень склонен к каким-то изоатомическим изменениям, к осквернениям. Вот, в принципе, это чувство познания и все. Есть также чувство деятельности. Язык, как мы уже говорили, связан с усилением разума. Если мы, когда мы кушаем, мы таким образом можем контролировать чувство и очистить разум. Контроль чувства вызывает очищение разума. Но когда мы говорим, речь усиливает разум. Речь — это сила разума. Речь зависит от силы разума. Если разум слаб, то речь тоже будет слаба. Потому что речь звучит в разуме. Разум вибрирует. Когда мы говорим, прежде всего вибрирует разум. Мы на уровне разума вибрируем. Если человек имеет телесную концепцию, то у него вместо разума тело вибрирует. Если он чувственную концепцию, то у него чувства вибрируют. Если он умственную концепцию, то у него ум вибрирует. Если он концепцию, платформу разума имеет, то у него вибрирует разум. Человек, находящийся на платформе разума, всегда говорит, что такое хорошо и что такое плохо. У него нет идеи говорить о чем-то другом, потому что он не видит смысла говорить о чем-то другом. Человек, который говорит на уровне ума, он начинает рассуждать, он склонен очень много рассуждать. Человек на уровне чувств, который говорит, он эмоционально очень речь, его эмоционально. Человек говорит на уровне тела, которое он хочет своей речью доставить себе наслаждение, поэтому его речь очень слащава, он как бы говорит, и сладкий очень голос, это означает шабда, связанная с телом, оскверненная шабдой, интересная концепция жизни. Таким образом, чувство речи, оно может быть оскверненным на разных уровнях сознания, и самое сильное осквернение это чувство речи, связанное с кожей, ну с телом. В этом случае, если чувство речи звучит таким образом на телесном уровне, то человек такой, он не способен быть здоровым совсем, потому что разум не контролирует организм, разум на телесном связи с телом очень сильно оскверняется эгоизмом, и поэтому тело, оно склонно у таких людей лениться, склонно объедаться, то есть тело неконтролируемое. Человек, если говорит в угоду своему телу, постоянно наслаждаясь речью, телесное наслаждение испытывает, это значит, что он не способен быть здоровым вообще физически. Если человек в угоду чувствам говорит, то в этом случае его разум не способен контролировать чувства, и такой человек имеет много вредных привычек всевозможных. Если человек говорит в угоду уму, то в этом случае он склонен распускать свой ум, и его мысли, они уходят куда-то в сторону, он не может держаться стези речи. Его уму постоянно забирает речь и несет за собой. В результате такой человек, он отвлекается очень сильно от основной темы, висит то в одну, то в другую сторону, иногда даже забывает о чем говорил. Вот, и человек, который подчинил свою речь разуму, он как бы находится на более высокой платформе, и он склонен говорить больше об истине, нежели как бы свою речь посвящать чему-то другому. Чувство, то есть способность мастерить или действовать руками, это чувство также очень важно в нашей жизни, потому что человек способен усилить свой разум также через это чувство. Оказывается, садхарма, выполнение своего долга в основном идет через руки у всех людей, в основном идет через руки. Даже кшатрии, что такое кшатрии? Руководить, руководить, водить руками. Он показывает, что надо делать. У него как бы уже руки обладают силой. Человек, который трудится руками, он копит силу в руках. И потом он может просто показать, что надо делать. И люди уже делают, потому что у него есть шахти. Он может показать. Также кшатрии сражаются руками. Шудра, он может мастерить, но он не может сражаться руками, потому что у него шахти нет в руках. У него есть сила, может, физическая, но шахти нет. Поэтому кшатрии он побеждает шудру в сражении, хотя шудра может быть сильнее физически. Но кшатрии есть шахти. Его рука, а наука устанавливает принципы. Так мы знаем, что во вселенской форме Господа кшатрии занимает положение рук и груди. И также можем сказать, что олицетворением рук и груди Индра является. Он главный кшатрий у всех. Индра – это главный кшатрий. Любит сражаться тоже. Индра – это руки в селенской форме Господа. Брахма – это голова. Господь жива – это половые органы. И так далее. Кувера, по-моему, это талия. Брахманы же, деятельность руками, в чем заключается деятельность руками Брахмана? Они трогают четки, они действуют, они делают ягдик руками, поливают масло в огонь. То есть их деятельность связана с познанием истины. Оно не связано с руководящей должностью или с мастерить там. Они уже, их деятельность посвящена руками нематериальной, а духовной природе. Поэтому, как бы, деятельность Брахманов руками самая тонкую природу имеет. Кшатрий не может так чисто вымыть параферналии, как Брахман, допустим. Вот. Он не может делать все очень чисто, с чистым сознанием руками, как это делает Брахман. Поэтому деятельность руками Брахмана является самой утонченной. Деятельность руками Кшатриев является самой чистой. Деятельность руками вайши является самой изощренной, то есть они способны деньги считать очень быстро. Руки передвигаются очень, очень скорость большая. Я в Индии видел, как они деньги считают. Невозможно уследить. И деятельность руками шудры это творческая деятельность. То есть вайши, ему нет необходимости творчески действовать руками. Ему главное руки использовать в обогащении. То есть хватать, склонен хватать руками. К шатре склонен наказывать руками, а шудра склонен мастерить. Таким образом, все зависит от состояния разума. Если разум работает на уровне высшей чакры, то если на уровне разума, то руки действуют в направлении ко Всевышнему. Если разум работает на уровне сердечной чакры, то руки работают в направлении установления дхармы, справедливости. Это уже к шатре. Если разум настроен на солнечное сплетение и на пупочный центр, это значит, что руки работают в направлении хватания жадности. Солнечное сплетение и пупочный центр связаны с этим качеством жадности больше всего. Если разум настроен на самый нижний центр, на половые желания, то в этом случае руки работают с целью удовлетворения себя. То есть они хотят наслаждаться трудом. Что-то мастерить. Наслаждение означает удовлетворение своих потребностей, видеть изящные формы какие-то там и так далее. Это означает тоже деятельность шудр. Когда преданный начинает заниматься предным служением, то что бы он ни делал, то есть у него может быть гуна-карма в определенном направлении, но он стоит выше брахмана всегда. Почему? Потому что его деятельность идет даже выше, чем выше центра. Она идет на высшем уровне, на трансцендентном уровне. Она идет на уровне предного служения Богу. Поэтому преданный может мастерить руками что-то, или он может торговать для Господа это делать. В любом случае его деятельность рук очищается гораздо сильнее. Медленнее всего деятельность рук очищается у вайшиев, у шудр, и быстрее всего очищается у брахмана. По деятельности рук можно судить. Деятельность, она идет в основном в руках. И по деятельности рук можно судить о пальцах человека, по пальцам человека. Если пальцы очень тонкие, изящные, это значит, что человек очистил, очень сильно очищает свою деятельность руками. Если пальцы грубые, в грубой форме, это значит, что ему еще предстоит это делать. Если пальцы не просто грубые, они козистые, корявые, это значит, что его деятельность руками, она несовершенна еще очень сильно. Ему придется в этом направлении двигаться очень серьезно. Таким образом, следует знать, что пальцы человека указывают на его карму, гуна-карму. И нежные очертания пальцев рук указывают на возвышенность личности. Но бывают изнеженные руки, это уже говорит о чрезмерной склонности к чувственному сложению. В целом, как бы, пальцы должны быть, как бы, очень правильной формы и как бы, ну, без излишеств каких-то. То есть, очень правильные, они должны обладать силой сияния. То есть, они не должны выглядеть черно как-то, они должны светиться. Это означает, что человек очищает свою деятельность по всем направлениям. Так как я изучаю эту науку, связанную с пальцами, я знаю, что каждая фаланга указывает на определенную часть судьбы человека. Она связана с определенной деятельностью человека в этом мире. Поэтому деятельность руками, она очень важна, на самом деле. Деятельность руками и тхарма, выполнение своего долга, это одно и то же. Потому что, когда человек выполняет тхарму, у него это отражается на фалангах пальцев всегда. То есть, и через пальцы также связаны с нами планеты окружающие. Если человек выполняет свой долг, то его судьба изменяется, и можно видеть, как фаланги тоже меняются. Они меняют свое взаимодействие друг с другом. Таким образом, способность творить или действовать руками означает способность выполнять свой долг. Также существует деятельность ногами, или по-другому, другими словами, это называется аскеза. Потому что практически все виды аскетизма связаны с деятельностью ногами. Поэтому мы видим, что есть, допустим, падмасана, который является аскезой под неподнятой энергией вверх. Мы знаем, что некоторые люди стоят на одной ноге, совершая тапу, тапасию, тоже деятельность ногами. Некоторые совершают парикрамы вокруг святых мест, тоже тапасия, деятельность ногами тоже. То есть, в основном ноги предназначены для аскезы. Вообще, куда-то пойти, это же аскеза. Просто пойти куда-то, это аскеза. Поэтому человек в ногах, в подошвах содержится у человека его сила, его аскетизма. Бывают отрицательные аскезы, бывают положительные. Если человека все время тянет идти не туда, куда надо, он копит отрицательные аскезы, которые губят его судьбу. Они давят, как меч на него, и у него появляется чрезмерное желание действовать в ненужном направлении. Так отрицательные аскезы заставляют человека бежать воровать, бежать заниматься сексом, бежать за водкой, бежать за спиртным, за наркотиками и так далее. То есть, его аскезы, они находятся в бунь невежества. Аскеза в страсти означает, что человек трудится, как ишак. Это для того, чтобы приобрести деньги, он хочет очень много работать, у него нет другой идеи жить. Ему кажется, что это главное. Аскеза в благости означает, что человек украшает свою склонность действовать чрезмерно. Он совершает опасию, то есть, он может сидеть под масами или еще как-то. То есть, он украшает свою способность чрезмерного движения или посвящает движение Господу. Например, ходит в храм, совершает пари храма или работает, трудится для Господа. Это тоже человек может сильно трудиться для Господа, строя храм или еще что-то в этом духе. Это означает уже очищение органа деятельности ног. Следующий орган деятельности – это половые органы. Половые органы также орган деятельности, и у них два вида деятельности. Если человек украшает свои гениталии, то это действие очищает его сознание. Если человек не может укротить гениталии, то он должен через гениталии породить свою будущую карму. То есть, он таким образом, соединяясь с женщиной, мужчина порождает ребенка, который будет потом насильно заставлять отрабатывать свою карму плохую. Если мужчина не способен укротить гениталии, то в этом случае он должен рожать столько детей, насколько он не способен укротить гениталии. А если он занимается сексом, но при этом пользуется, противозначается своими средствами? Это означает, что он будет отрабатывать свою карму через чрезменную привязанность к своей жене. То есть, когда человек занимается незаконным сексом, то гениталии супругов начинают сильно связываться друг с другом, и в результате они начинают выйти рядом друг с другом, они начинают сильно страдать уже без детей. Страдания приходят как-то себе. И поэтому все кармии фактически испытывают жуткие страдания в семейной жизни, потому что они занимаются незаконным сексом. Таким образом, гениталии предназначены или для очищения сознания, или для осквернения его. Причем, как бы, интересно знать, что гениталии оскверняют человека через привязанность и антипатии. Если человек очищает свои гениталии целебатом, то у него нет ни привязанности, ни антипатии, он ко всем относится хорошо, равным. Чем больше у человека склонности заниматься гениталиями своими, как бы, удовлетворять их, тем больше у человека становится привязанности и антипатии. Такой человек вовлекается в сферу политики, он начинает злиться на одних и любить других. То есть, такой человек входит в мир двойственности, то есть, у него чрезмерные привязанности, они действуют на всех планах. Человек, который очищает свои гениталии, он становится уже спокойным, умиротворенным, у него нет проблем общаться с другими людьми, он выходит из состояния двойственности. Поэтому гениталии являются самым главным органом, который или способствует чисто прогрессу человека, или мешает ему. Поэтому в Шимар-Багаватам говорится, человек, который посвятил свою жизнь женщине, не способен прогрессировать совсем, потому что удел его одна деградация. И преобрата, зная это, сказал, что я не буду жениться, иначе я не попаду в духовный мир. Зачем мне это нужно? Но Господь Брахман ему сказал, ты женись, голубчик, так как это твоя карма, выполняй свои обязанности во Вселенной, но не привязывайся к женщине, старайся удержать свои чувства, свои гениталии от того, чтобы наслаждаться ее телом. Если ты будешь действовать таким образом, ты обретешь и счастье, и в семейной жизни, и в жизни в семье. Почему счастье обретается? Потому что нет сильной привязанности к тому, чтобы жена была хорошей. Двойственности нет в отношениях. Если человек сильно занимается сексом, то он начинает злиться по каждому поводу на свою жену. Так же и женщина, которая сильно склонна к сексу, она злится по каждому поводу на всех. Если человек обретает способность контролировать свои гениталии, то в этом случае он умиротворен, у него нет необходимости на кого-либо злиться. Таким образом он обретает освобождение, потому что он не зарабатывает плохой кармой. Таким образом гениталии – это главное чувство для освобождения. Если человек способен укротить в этой жизни гениталии, значит ему уже освобождение близко. Если человек не способен укротить гениталии в этой жизни, не значит, что освобождение еще предстоит, им еще много придется рождаться. И орган дефекации – это орган, который связан с деградацией или прогрессом. Человек, который содержит в чистоте свой орган дефекации, вовремя поражняет его, очищает, он как бы склонен к прогрессу. Это признак склонности к прогрессу. Если человек содержит в грязи свой орган дефекации, то это признак деградации, склонности к деградации. Через орган дефекации живые существа попадают на низшие планеты. Половые органы заставляют их рождаться в том же теле, в том же виде тел, но орган дефекации направляет на низшие планеты. Поэтому мы знаем, что карми, который вытирает свой орган дефекации бумажкой, размазывая по нему изображения, они, несомненно, все отправятся на нижние планеты, потому что они сами подчеркивают необходимость этого своими действиями. То есть видно, что они не очищают этот орган. Преданные стараются всегда очищать его на полную катушку. То есть после акта опорожнения, так как тактильная чувствительность была задействована, вся тактильная чувствительность человека загрязняется, поэтому человек совершает омоление, и он очищает все тактильное чувство свое полностью, всего тела. Карми же они не очищают кактильное чувство, они могут и кудуаре подмыться, но при этом они не подмывают свои мозги. В результате этого они все равно отправляются на низшие планеты. Так устроено Господом. Таким образом анус является воротами в ад, и в основном человек оскверняет свой анус через чувство жадности. Жадность копит токсины в прямой кишке. Когда человек действует с сильной жадностью, то у него токсины автоматически копятся, потому что жадность означает желание излишеств. Излише желание излишеств внешнее проектируется на желание излишеств внутренним. В результате излишества внутреннее означает, что надо все это переработать, а возможности нет. В результате копятся токсины в организме, а все эти токсины, они скопившись, направляются в одно и то же место, которое называется прямой кишкой. Они скапливаются в области прямой кишки, эти токсины на стенках прямой кишки и так далее, и начинают разъедать ее, и начинают действовать плохо на сознании. И признаком такого состояния прямой кишки у человека является то, что он очень сильно постоянно недоволен. Он входит в состояние такого недовольства, его все плохо, там все плохие. Это означает, что токсины копятся, и значит, что он уже очень жадный. Вот. И такие люди, они по совету арабведических врачей постоянно делают клизмы. Вот. И они думают, что таким образом они освобождаются от страданий. На самом деле, организм привыкает к этим клизмам, и такой человек начинает наслаждаться самым процессом делания клизм. В результате он обретает как бы другое загрязнение сознания. Уже не умственное, а свернение сознания в разуме. Когда человек чрезмерно увеличен тем, что он сует что-то в свою прямую кишку, это значит, что его сознание будет очень сильно привязано к прямой кишке. И это также значит, что его удел опять попасть на низшие планеты. Поэтому клизма – это не способ очиститься от загрязнений в уме и в разуме. Можно как-то очистить для здоровья, не привязываясь к этому процессу. Но самый лучший способ очищения прямой кишки – это не жадничать. Некоторые люди ведут себя жадно, у них накапливается эта сквера. Они постоянно клизмы себе делают. Также чрезмерная жадность рождает запоры. Потому что когда человек очень жадный, у него прямая кишка очень сильно напрягается. Прямая кишка – это орган жадности, жадности, деятельности, жадности. И прямая кишка, сильно напрягаясь, она не дает выходить к ауну с упражнением. Он застаивается там. Жадность может проявляться по-разному. Она может быть жадностью к деятельности, к свободному времени. Человеку хочется больше свободного времени к деятельности. Ему хочется предметов, вещей каких-то или есть пищи хочется. В любом случае, в этом случае у него будут какие-то проблемы с испражнением. Это признак чрезмерной жадности. Таким образом мы с вами разобрали все 10 чувств. Какие вопросы? Вот на счет аскез. Есть же аскезы тела, аскезы ума, аскезы разума. Аскезы тела, например, держа своего тела. В каких-то физических неудобствах считается же гораздо ниже, чем, скажем, аскезы разума и ума. Например, мне легче терпеть физическую аскезу, когда я тело сработаю. Сила всех аскез... Я каждый день делаю за мной тоже, то есть ум держать аскезу. Сила всех аскез, она накапливается в стопах человека. Это можно подтвердить тем, что мы дотрагиваемся до стоп духовного учителя и концентрируемся на стопах Господа. Когда человек концентрируется на стопах Господа, это называется падосеванным. Что такое падосеванным? Это фактически то, что мы свои аскезы посвящаем Господу. Падосеванным также является служением предным. Это самый лучший аскеза. Когда мы начинаем служить стопам предным, стопам Господа, концентрируясь на него стопы, В результате Господь нам дает силы. Аскеза тапас означает дает силы. В результате Господь нам дает силы достигнуть своей цели. Поэтому начинающий Бахта должен концентрироваться на стопах Господа, так как у него нет сил двигаться вперед. Даже аскезы разума и аскезы ума, они все концентрируются в стопах человека, потому что мы должны понять такую идею, что когда мы движемся просто по земле и идем, то также это ассоциируется с движением во времени. Например, есть такое мистическое совершенство перемещения на расстоянии. Человек в уме перемещается на расстояние большого. Он должен ассоциировать это перемещение с движением ногами. Если он это ассоциирует таким образом, его ум будет перемещаться на большое расстояние. Чтобы у него такая возможность двигаться умом вперед была, ему нужен определенный аскетизм движения. Поэтому такие люди, которые постоянно двигаются, много ходят, они способны также и умом достигнуть чего-то, какого-то предмета. Те же, которые сидят, им очень трудно это сделать, но если они ноги в аскезе содержат, то они тоже могут умом перемещаться. Перемещение в разуме означает движение к истине. Оно тоже достигается с помощью вот этого ощущения движения. У нас есть только один способ ощущать движение, это ходить. Поэтому, когда человек идет, он одновременно чувствует движение в уме и разуме. И в песнях тоже это отражается, в наших песнях. Вперед, заре, навстречу, товарищи в борьбе и так далее. Это не значит, что они бегут вперед, означает в данном случае деятельность ума. Штыками и картечью проложим путь себе. Это означает, что они хотят добиться счастья. Это не означает, что им надо вперед идти куда-то. Понимаете? То есть, в данном случае деятельность в уме и деятельность в разуме тоже означают движение. Движение вперед всегда означает стопы. То есть, любая аскеза или способность продвигаться, она связана со стопами. Если человек медитирует на стопы Всевышнего, он способен двигаться в духовном прогрессе. Это означает, что его сила есть, у него есть сила двигаться. То есть, стопы олицетворяют движение или аскетизм. Силу дают силу движения. Я читал вчера, что когда человеку хочется чрезмерно Это болезнь называется гоно-страсть. Когда человек находится в страсти, он всегда больной. Потому что гоно-страсть означает переборы всегда. Чрезмерная деятельность в чего-то. Если человек чрезмерно чего-то хочется, чрезмерно, то это значит, что он уже больной, он находится в гоне страсти. Потому что у нас есть должно быть желание служить, а не желание потреблять. Желание потреблять означает гоно-страсть. Желание служить означает тоже хочется вкусной пищи. Желание служить тоже означает хочется вкусной пищи. Но в компании преданных, чтобы они вкушали, человек наслаждается кушением преданных, ему нравится, как они рядом с ним едят. Это совсем другое. Чувство вкуса будет развиваться в этом случае. Не в сторону увеличения потребления, а в сторону увеличения отдачи. Поэтому естественное развитие вот этого чувства вкуса в правильном направлении. Человеку уже хочется раздавать больше просад, а не есть его. Потому что ему нравится, как преданный вкушает. Это называется очищение чувства вкуса. Но развитие чувства вкуса все равно должно идти. Человек, который думает, что чувство вкуса надо укротить, и что пища казалась безвкусной, надо есть безвкусную пищу. У такого человека будут безвкусные мозги. Он не сможет потом сладостно воспевать святое имя. Поэтому чувство вкуса надо развивать. Но развитие чувства вкуса идет в сфере увеличения давать чувство вкуса другим, а не забирать его. Поэтому человек, который склонен давать чувство вкуса, увеличивать, ему хочется что-то для Господа вкусное приготовить. Или раздать просад преданным. Или он радуется тому, что преданный вкушает. Понятно? Имперсоналистам кажется, что надо укротить свое чувство вкуса. Есть безвкусную пищу, поэтому их мозги тоже безвкусными становятся. Они никому не нужны. Понятна эта идея? То есть идея не развита. Слово сказано, но не полностью, не со всех сторон. Если человек хочет наслаждаться пищей, но если он для Бога хочет наслаждаться пищей, это означает правильное поведение. Для того, чтобы развить свои чувства. Чувства к Богу развить для того, чтобы. Мы не должны уничтожать свои чувства. Мы должны развивать чувства к Богу. Да? Я слышала, что разум нужно очистить, если касаться посвященных предметов к святой земле. Можно ли потом делать? Тактильное чувство развивается. Все святые предметы несут себе бескорыстие и любовь к Богу. Одно из двух. Если человек на святом месте совершал большие аскезы, он ничего не хотел для себя, то в этом месте будет очень сильная энергия бескорыстия присутствует. То есть человек касается до своего разума, и у него разум очищается от корыстия. И если в этом месте присутствует любовь к Богу, человек дотрагивается до этого места, прислоняет к своей голове, у него разум получает любовь к Богу. Потому что через тактильную чувствительность идет как бы очищение разума. Ну, например, человек очень сильно наслаждался своей кожей, у него разум оскверняется от этого. Понимаете? Интересная концепция счастья. Интересная концепция счастья. А если человек свою кожу умастил пылью, это же не наслаждение пылью, пыли кататься. Допустим, на воде там предные пыли катаются. Ну, зачем это так грязно же? Это означает умощение своей кожи, как бы любовью к Богу. Мы пренебрегаем чистотой кожи. Мы духовную чистоту ставим выше. Поэтому мы можем в грязи ходить. Если Святая Хама, допустим, дождик прошел, там очень грязно, мы идем в грязи. Мы пренебрегаем внешней чистотой. Внутренняя чистота для нас дороже. Это означает паломничество по святым местам. Паломники никогда не бывают очень чистыми внешне. Им приходится решать аскезы. Им очень трудно сохранить чистоту. Хотя они моются постоянно, но пыль все равно, они идут в пыли. Дорога, солнце, пыль, песок. Вот. Они стараются думать о внутренней чистоте. Очищение разума, тактильная чувствительность очень сильно связана с очищением. Мы можем видеть, когда мы помоем руки, они становятся чистыми. В голове тоже становится чище, когда мы совершаем умовение. Мы можем видеть, что человек очищается во время очищения кожи. С другой стороны, если погладить человека по руке, женщину если погладить по руке, то у нее мозги совсем съезжают, ее можно взять и заниматься сексом с ней потом. Это означает осквернение разума. Точно так же женщина может подойти к мужчине, погладить его по голове, скажет, что ему хороший, и он пойдет с ней заниматься сексом. Это означает осквернение разума. Мы видим, что через тактильную чувствительность передается осквернение, а через очищение тактильного чувства увеличивается частота разума. Чем больше мы сыпем, а женщина может свою тактильную любовь к мужу выражать в том, что она как бы сыпет на голову мужа пыль со святого места. Вот. И так далее. То есть, от этого очищается разум. Понимаете? Учитель может погладить по голове своего ученика или наставник, или друг друга может погладить своей по голове. Это не является осквернением. Потому что в этом случае как бы увеличивается уважение. Точно так же муж с женой могут погладить друг друга по голове. Это тоже не является осквернением. Понимаете? Но когда идет поглажение по другим местам, это уже за нить попахивает не тем, чем надо. Да? Да? Я только вопрос. Если, допустим, есть определенные там шастрах рекомендации. Ну, допустим, ну, будешь посыпать там голым пыль со святых мест, то будет чиститься разум. Ну, или там какой-то другой, допустим. Будешь во время пуджи на голую землю из-под труса, то тоже там какой-то другой круглый, то есть результаты по правилу получатся. Но, допустим, делаешь следующее предписание, а как бы не чувствуешь, что что-то в твоем сознании меняется. Это означает, что как бы наваливается у нас чувство, с которым мы делаем, еще не развито. Но чувство осквернения, оно развито сильно. Мы делаем что-то, а у нас очищает сознание. Но в это время из прошлой кармы приходит другое чувство осквернения. Это чувство осквернения, оно оскверняет сознание. И таким образом человек как бы очищается, одновременно оскверняется. Но существует не только настоящий, но и прошлый, как бы, но и будущий, как бы, будущая карма. В чем она выражается? Человек, который оскверняется из прошлого, но при этом очищается в настоящем, в следующем, в будущем он уже будет очищаться, а не оскверняться. Потому что его желанием действовать было не связано с тем, что он осквернился из прошлого, а с тем, что он очистился. Понимаете, он очищается, когда человек очищается и решает действие, он не видит сейчас результата. Ему кажется, что ничего хорошего не произошло, я в таком же скверне нахожусь. Но так как он борется со своими ненужными желаниями, то это значит, что он их не хочет. А так как наши желания изменились, значит в будущем у нас появляется благоприятная карма, когда у нас будут совсем другие желания уже. Таким образом, человек, который начал заниматься предным служением, он не видит особо ничего, что происходит с ним, он работает на будущее. А потом, когда уже приходит это будущее, он начинает чувствовать плоды своих аскез. И поэтому Кришна Бхагавадгити говорит, что человек, который занимается предным служением, в должное время почувствует плоды. В должное время почувствует. Когда придет время, когда неблагочестивая карма уже отступит, когда он накопит уже благочестивую карму. Есть же какая-то концепция, когда человек осыпает, например, землю из полоси, то его сознание оскверняется. Очищается. Очищается. Да, есть же какая-то концепция, которая притягивает этот плохой карму. А есть какая-то концепция, которая дает очищение человеку, он может почувствовать. И какой вывод из этого? Какая-то концепция. Ну, какая-то концепция, как вы считаете? Обычно люди считают, что если я желаю притягивать, как бы желаю брать туловь и посыпать себе на голову, это значит, что я в прошлых жизнях был очень крутой. У меня концепция с прошлого очень хорошая. Но на самом деле преданный должен думать, что он получил эту способность посыпать пыль с земли и тулови себе на голову, благодаря тому, что духовный учитель дал ему милость. Если преданный думает по-другому, то в этом случае он оскверняется ложной идеей своего могущества. Поэтому нам на средних планетах не дана память о прошлом, потому что мы оскверняемся как позитивной, так и негативной памятью. Как мы оскверняемся от позитивной памяти? Мы думаем, я крутой, я в прошлой жизни был преданным, я круче всех здесь. Вот. Негативной памятью мы оскверняемся таким образом, что если мы вспоминаем что-то негативное, мы входим в удрученное состояние и считаем, что у нас нет смысла жить, что так мы и так живем, что так поступаем. Тогда какой смысл? Поэтому нам не помним прошлой жизни. Только по этой причине, что мы слишком много и большое значение придаем себе. Когда человек перестает придавать себе слишком большое значение, он считает, что все происходит по милости Господа. Но однако же, когда он совершает плохие поступки, он считает это своей проблемой, своей виной. В этом случае сознание находится на правильном русле. Правильном русле. И тогда мы достигаем успеха. Вот еще один вопрос. Ну, вы говорили, что мы боремся со своими желаниями. Но с другой стороны, есть еще такое сравнение, как в умоле впадает множество человек, так и в разум впадает. В уме возникает много желаний, но где-то не менее. Нет, давайте будем как бы последовательными и решим. Из ума исходит желание или впадает в него? Исходит. Исходит? А, впадает. Впадает? То есть умиротворение означает впадает. Возникает. Нет, погодите. Впадает или исходит? Исходит. Исходит? Это не является той концепцией, которую вы сказали. Акурия манамачала практиштам, то есть впадает. Это не исходит. Или исходит, или впадает. Надо решить для себя. Если желание исходит из ума, надо их укротить. Надо сделать так, чтобы они впадали. Если они впадают, тогда уже нет проблем. Тогда человек достигает умиротворения, и больше делать нечего с умом. Потому что желание впадает. Это означает, что человек умиротворен, он понимает, что все происходит естественным образом, он не о чем беспокоится. Когда человек чего-то хочет беспокоиться, это значит, что желание исходит. Это значит, что реки текут из океана, а не впадают в него. Это совсем другое. Это желание кармической деятельности. Понятно? То есть с одними желаниями надо бороться, а другие надо воспринимать как должное. Если впадает желание, означает, что человек думает о Боге. Потому что когда он думает о Боге, все входит внутрь. Он действует для своей внутренней природы. Потому что есть внешняя деятельность в этом материальном мире для наслаждения своих материальных чувств. А есть внутренняя деятельность, так как во внешней деятельности нет духовных объектов. Или даже если они не есть, ты все равно через внутренние чувства их воспринимаешь. Но также есть и материальные желания, которые впадают. Нет. Все материальные желания исходят. Мы хотим наслаждаться этим миром. Мы хотим эксплуатировать его. Они все исходят. Нет материальных желаний, которые впадают. будут. Они все исходят. Мы хотим... Все материальные желания направлены вовне. Нет внутренних материальных желаний. Внутреннее желание означает, что я ничего в вне и вне не хочу. Вот, например, ты хочешь воспевать Святое Имя по-настоящему, серьезно? У тебя есть какие-нибудь внешние причины, которые помешают это сделать? Нет? Это означает внутренним желанием. Если же ты хочешь кушать, допустим, то это внутреннее желание или внешнее. Нужно внешние условия. Если же человек хочет кушать Святое Имя, у него нет проблем. Или, допустим, в Санат Нагасвами готовит внутри своего ума, просад Господу предлагает, объедается им. Это внутреннее чувство или внешнее? Внутреннее, но не зависит от внешних условий. Понимаете? Поэтому в Бхагавадгите неоднозначно говорится, то есть однозначно говорится, что человек должен направить свои чувства внутри, как черепаха, которые втягивает по конечности, он должен укротить и направить свои чувства внутрь. И также говорится о том, что когда человек уже направил свои чувства внутрь и живет внутренней жизнью, то он достиг совершенства. Не зависит от внешних обстоятельств. Кто такой Госвами? Кто-то укротил чувства, не зависит от внешних обстоятельств. Также это такой человек означает, что он победил все три гуны материальной природы. Способность укротить чувства и не зависит от внешних обстоятельств также означает мир гуна. Тот, кто победил все три гуны. Он умиротворен, безмятежен, потому что гуны на него не действуют. Все свои желания он укращает. И там есть еще один стих, который говорит, что когда-то человек находится в таком состоянии сознания, чтобы он не делал, ел, пил, там, совокуплялся, оборонялся. Он считает это деятельностью тела, а не самим собой. А свою собственную деятельность он направляет уже в другое русло. Потому что карма заставляет нас действовать, она заставляет нас кушать, она заставляет нас совокупляться, заставляет нас обороняться. Ведь нельзя же отказаться от обороны, правильно? Кришна говорит «Ты чё? Иди сражайся, твой долг». Карма заставляет это делать. Мы обязаны это делать? Но я не считаю, что это я это делаю, это делают гуны. Потому что я хотел этого в прошлом, но сейчас я этого уже не хочу. Понимаете? Я же хочу быть настоящим, я хочу свободу выбора, свое использование. Я теперь знаю, как правильно делать. Так как меня карма заставляет жить так, я могу идти в какой-то степени на поводу, но при этом я не считаю, что это мое желание. Я выполняю просто свой долг. Например, тебе придется играть в волейбол, потому что значит тело развалится. Но это не значит, что это суть твоего существования. Понимаешь? С другой стороны, ты не пойдешь играть в бильярд уже, потому что тело от этого не поддерживается. Ты же не двигаешься. Понятно? Или, допустим, если есть возможность потанцевать на кильтоне, зачем тогда в волейбол играть? Уже волейбол не нужен. Тело поддерживается чистым предмомслужащим. Какие вопросы еще? Не каждый день. Харе Кришна. На этом лекция о чувствах закончена. Здесь в храме. Все мне должны. Этот должен. Давай мне деньги. Этот должен. Давайте мне все деньги на духовную жизнь. Вы обязаны мне давать. Все должны. Я никому не должен, потому что я постигаю абсолютную истину. Я никому ничего не должен. Я наслаждаюсь. Если вы хотите жить хорошо, приходите в храм и тоже наслаждайтесь вместе со мной. Это Крипаны. Они не останутся долго в храме, потому что плохой хороший период, когда можно наслаждаться просто тем, что ты живешь, кончится и начнет глючить изнутри. И захочется жениться, туда-сюда потянет. Эти люди из храма убегают, как тараканы после морки. А человек, который действительно в храм пришел для постижения истины, он секунды не тратит для того, чтобы удовлетворять себя. Он служит постоянно людям, Богу служит. Он весь служение. Он хочет жить для служения. Такой человек никогда не уйдет из духовного места. Он всегда там останется. Даже если его пригнет, и он женится потом, он все равно будет ходить в храм и служение там выполнять. А если у него не будет возможности, то он все равно будет делать какой-то материальной деятельностью, заниматься. И все равно будет в храм жертвовать деньги. А если у него этого возможности не будет, он хотя бы будет проповедовать, людей собирать. Рассказать, как надо правильно жить на эти деньги, которые у него будут оставаться. Он все равно не просит предное служение. Будет что-то для Бога делать. Крип, он ничего не будет делать. Он скажет, на самом деле я для Бога делаю то, что я поддерживаю себе свою жизнь. Потому что я преданный, мне нужно жить. Поэтому я распространяю картины, деньги все получаю себе. Это я делаю для Бога. Потому что когда я покупаю на эти деньги дом, квартиру, имущество, богатство. Я на самом деле это делаю для Бога все, потому что я преданный. У меня здесь алтарь стоит, я это для Бога делаю. Вот здесь у меня алтарь, вот я предлагаю пищу, сам съедаю всю. Это все для Бога делается. Я работаю для Бога, увеличиваю свое богатство. Это все для Бога делается. С преданными общаться нет смысла. Почему? Потому что они меня не понимают. Они занимаются глупостями там, не понимают, что я на самом деле чистый предан. Я только все для Бога делаю. Все только для Бога. Понимаете, скупец. Скупость сердца не дает служить кому-либо. Человек обманывает сам себя. Он никому ничего не хочет сделать. Ему даже жалко оторвать от себя хоть что-то. К нему преданный на просад приходит, придет. Он скажет, извини, у меня просада только одна порция на меня. Я готовлю только одну порцию на себя только. У меня нет больше просада. Ну воды хотя бы дай. В следующий раз я сейчас занят. Какие вопросы еще? А что приводит к такому? Лучше просить как бороться, чем к такому? Что приводит? Просто гуны. Карма приводит. То есть мы живем в гунах. У нас много жизней было в прошлом. Приходит время, и нас засасывает эта сила, невежество или страсть. Нам хочется материального счастья, хочется жену, во что-то не стало. Или мужа. Дайте мне мужа. Мужа я хочу там толстый или тонкий, это все равно. Там песня есть такая. Желание приводит. Да, возникают сильные желания. И веды говорят, нет проблем. Нет проблем. Хочешь жену, возьми жену. Используй сознание Кришны. Что пускай поклоняется Богу дома. Хочешь то, хочешь квартиру, нет проблем. Хочешь деньги, хочешь завод, нет проблем. Хочешь то, нет проблем. Все делай для Бога. Для Бога означает плоды себе не оставляй. Сколько чуть-чуть насытился, остальное Богу отдавай. Не думай о будущем. Скупцы думают, а, деньги отдам все, потом мне расширения производства не будет. Вот, иди отдавай в храм. Отдавай в храм. Чуть-чуть оставляй себе, можешь на расширение оставить. Если ты думаешь, что это поможет тебе больше денег в храм отдавать. Если тебе не поможет, ты отдаешь столько же, а расширяешь производство. Это скупец. Фактически вопрос, главное, что это вопрос мотивации. Да. И в настроении. Результат. Какой результат? Можно по результату судить. Если человек все делает, но он ничего не отдает, значит, он скупец. Он думает, что он Богу служит. На самом деле он себе служит. Как преодолеть это все? Только одним способом. Надо общаться с преданными. Очистить свой разум другим вкусом к счастью. Больше с преданными быть вместе. Что мешает быть с преданными? Зависть. Зависть. Зависть говорит, на самом деле, они тебя постоянно обвиняют в чем-то. Ты же лучше. Почему ты с ними будешь общаться? Они постоянно ругаются там на лекциях. Кошки, собаки, говорят. Надо не ходить туда. Они постоянно плохие, нехорошие. Зависть мешает. Потому что у преданных разум направлен на что? На уничтожение своего материального счастья. На то, чтобы духовное счастье привить. Поэтому и идет такое обсуждение, что материальная жизнь не приносит страданий. Скупцы боятся этого обсуждения. Они не хотят, чтобы больно разуму было. Понимаете? Постоянно общаться с преданными надо в храме жить тогда? Нет, не обязательно. А как? Достаточно делать служение для преданных. Преданных, как пчелы, летят на просаду. Представьте ситуацию, что вот маленькая деревушка какой-нибудь, там человек какой-то пред, приехал преданным, да? И не вокруг никого вообще преданных. Это вокруг хранения скопцы. Как мы будем? Он начинает поклоняться Кришне и приглашает всех покушать. В результате через месяц появляется преданная. Он с ними общается. Просадов кормят. Я знаю такие примеры. Человек в деревне живет один. В Барнауле есть деревня под Барнаулом. Он всех просадов кормил, сейчас там преданные появились в храме. Он с ними общается. К Стасу. Преданным никогда нет проблем. Кришна устраивает счастливую духовную жизнь. Любых ситуаций. Они здесь построили дом для преданных. Преданных здесь делай подешевле цены. Служение о преданных просадах готовят. Здесь дают им возможность как-то отдохнуть от своей жизни. Никакого не было вокруг. Все съехались. Это факт стопроцентный. Кришна удаст возможность общения. Ума настроение важно, но нужно правильно. Вы как сюда приехали? Случайно. Мы тоже случайно. У нас все не случайно. Лично он сказал. Мы тоже не знали как-то именно об этом месте. Мы тоже не знали. Просто у нас две недели в свободном времени осталась программа. И мы думаем, что делать? Надо отдохнуть. Уже устали. Где отдыхать не знаем. Начали по Киевской ядре ходить спрашивать. Где вот есть место, где преданные на юге. Можно, чтобы с ними не скормить отдыхать. И нам сказали. Мы приехали. Мы-то и этого не знали. Даже не знали, что здесь есть преданные. Ну вот видите. Мы правда узнали. Но нам было ответ. Первое, кто пойдет. Ну ладно, Харе Кришна, дорогие преданные. Чилопады, Киджая. Чилопады, Киджая. Потому что в храме, когда преданные жили, например, у них была какая-то такая определенная волна самопожертвования. Потом, когда, так сказать, переженились, и начали такие качества проявляться, ну жадность, например. То есть человек вроде бы живет для других, пытается проповедовать, но это так сильно разношало. Причина тому заключается в том, что люди, женившись, не понимают, как взаимодействовать мужское и женское тело. Они понимают, что просто глядя на свою жену, уже увеличивается ложное эго у тебя в теле. Во всех проявлениях твое ложное эго увеличится. Просто ты глядишь на жену, смотришь на объект, просто на жену смотришь, мое, на жену смотришь, на ребенка смотришь, и уже вожделение начинает возрастать, от этого жадность начинает увеличить сама по себе. Ее не надо взращивать. Она сама увеличивается. Поэтому и греха скамо означает в жизни греха скажерин постоянно аскезы, постоянно отдавать, противостоять вот этому все возрастающему к осквернению между мужчиной и женщиной которая является врагом она отгораживает это мои друзья это мои враги и начинает семье и семью завел все эти предные со мной они мои друзья моя намахата вот эти все враги они пускают свою намахату делают это враги и не наши ко мне кто ходит это мои друзья если он ходит еще в другую намахату значит он уже как бы кандидат на отчисление изнашенный махата он предал нас на самом деле это действует с позиции это на самом деле вожделение так действует она заставляет греха считать мое у них очень сильные поэтому надо жертвовать всех постоянно сопожертвования заниматься это очищает сознание и дело приносит счастье есть три этапа разве развития жадности в семье и вожделение первый этап охарактеризуется тем что от людей отворачиваются их друзья значит это же они на первом этапе жадности находятся я говорю классификацию последствий они классификации самой жадности второй этап когда жадность еще больше увеличивается то на производстве действия где грехаско действует у него появляются сильные проблемы взаимоотношения и третий этап у они уже начинают не любить друг друга то есть начинает придираться друг другу ты для меня есть и это он характеризуется тем семье что супруги поставил так спорю если ты для меня вот это сделаешь что я для тебя вот это вот обязательно сделаю а пока ты для меня вот это не сделаешь я для тебя делать не буду это означает что их жадность уже достигла апогея и плодом вот этого достижения апогея заключается в том что дети вырастают очень злыми эгоистичными и совершенно непереносимыми живыми существами приносит очень много страданий то есть 1 от отворачиваются друзья 2 отворачиваются сотрудники 3 отворачиваются дети это значит очень жадная крепон очень жадная семья лицемерия что это какой процесс что это происходит человек даже может быть лицемерия означает понимать как бы все эти вопросы там жадность там все дела но лицемеры ему нравится например играть и бога рута лицемерие означает недостаточно недостаточно много выполнять свои обязанности недостаточно много практической деятельности то есть человек который практически что у тебя усилий Лицемерие означает слабый разум. Он готов принять, но у него нет сил как бы внутри принять. Он внешне принимает, а внутри нет лицемерия. Если человек очень сильно выполняет свои обязанности, у него увеличивается сила разума. Выполнение своих обязанностей увеличивает силу разума. Тогда лицемерие постепенно проходит. У нас у всех есть лицемерие в той иной степени. Мы же не постоянно думаем о грешне, о том же лицемерии. Мы об этом говорим, но сами постоянно не думаем, о том же лицемерии. Поэтому лицемера не стоит обвинять очень сильно, потому что мы все лицемерие надо просто принять тот факт что постепенно человек который выполняет сильно старается выполнять свои обязанности у него лицемерие начинает гасить гаснуть и он более трезво смотрит уже нами но это тот кто хочет исправить а если вы просто все время такой со стороны ощущения но не такие прям если человек ну как бы не знает я понял согласно вот это ващнавской философии следует разобравшись разобравшись деятельности ложного эго человек должен понять что такое дурное общение что такое хорошее позитивное общение если если ложная пристега присутствует в общении это еще не значит оно дурное потому что от него сразу не избавишься дурное общением дурное общение означает общение при котором нет желания избавиться от эгоизма если допустим само при саму при себе при эгоистический настрой в группе людей у кого-то вызывает автоматически эгоистический настрой всех остальных и оскверняет атмосферу если человек даже настроен эгоистично понимает свой недостаток и раскаивается постоянно в нем это не является негативным общением в том же случае если человек ведет себя эгоистично и при этом не хочет избавиться от этой проблемы он разрушает всю духовную жизнь всех окружающих его людей поэтому люди которые находятся рядом с ним должны отвергнуть его общение таким людям можно проект поведовать допустим со стороны но в своем коллективе внутри коробка идти в изогнозу надо всегда выдергивать поэтому человек который ведет себя лицеменно не хочет исправляться и он как бы имеет достатки при этом юлит постоянно такого человека надо выдергивать как за носу и выбрасывать потому что он на самом деле принесет этой группе только одни страдания потому что он является дурным примером и постепенно этот дурной пример заразить всех я просто знаете вот как почему я этот вопрос поднял потому что если вы говорите что избавиться от общения а если это лидер например как вот он распространяет например свое ложное эго на окружающих и все как бы это принимают то есть такое же самое состояние внутреннее надо сменить лидера значит здесь как бы нет никаких вариантов дурное общение есть дурное общение оно как яд политика то есть власть это уже тогда другой вопрос можно пойти когда какие-то компромиссы но не надо считать себя как бы ну что ты как бы принадлежишь полностью это не надо строить долгосрочные планы с этим человеком есть какие-то ситуации когда нет денег там надо жить надо что-то делать как знаете когда у человека маленькое ложное когда он не имеет как бы власти то есть она распространяется на какое-то там небольшое количество в любом случае мы должны в таких ситуациях когда мы мы друг без друга жить не можем когда супруги или очень тесные производственные отношения мы должны пытаться начать искренне служить этому человеку который не хочет как бы быть ну мы должны совершить подвиг попытаться мы должны искренне местать сами и вывести его на чистую воду чтобы он увидел разницу между мной если он не сделает выводов даже после этого то ты по карме уже освобождаешься от обязанности перед ним мне такие случаи тоже были ты изо всей силы струтишься для того человек который который как бы ведет себя эгоистично и когда ты он уже сам признал что ты его не может как бы быть таким как ты тогда можешь его оставить потому что это означает поражение уже то есть ты карму свой покой отрабатываешь он не просто признал что не может я хочу но не могу он будет просто я не могу и не буду потому что я не могу из этой что она это хорошо это еще один это хорошо это и есть наша жизнь хочу но не могу это наша verse должны радоваться тем кто хочет но не может это неisz мало нет не даже думать что ты хочешь это уже не самообман даже думать что ты хочешь призывала их туда желание можно увеличивать закончил мысль, чтобы докопаться до истины, значит, если, например, лидер, который находится, то есть порождает группы людей, такие, как он сам, и они как бы вокруг этих людей начинают жить, и то есть, как бы, получается, одно ложное распространение на себе в разные другие, и эта как бы схема начинает работать, то есть... Ну так оно и бывает всегда? А если в процессе преданного служения, то есть это происходит? Такое бывает в процессе преданного служения? Я имею в виду, Кришна это как-то расставит на своими ставлениями, там, или так далее, личность, которая сможет это все изменить? Конечно, но не надо думать, что именно эта группа людей будет процветать, надо найти себе группу людей, которые склонны заниматься самосовершенствами, кто такие преданные, те, кто склонны заниматься самосовершенствами, если они склонны заниматься чем-то другим, это как бы, нельзя их назвать бактами, это просто благочестивые люди, которые мантры повторяют, в Индии таких очень много, есть много людей в Индии, которые занимаются тем, что они жертвуют в храм, повторяют мантру, но если ему сказать, что надо избавляться от привязанности, что у тебя есть недостатки, он скажет, я тогда тебе больше жертвовать не буду, ты меня не уважаешь. Отлично. А еще другой вопрос. Мы как бы пытаемся в процессе преданного служения достичь каких-то качеств, там, сострадания, там, и так далее, и тому подобное. А что, почему в храмах именно происходят такие вещи, что когда преданные, там, именно, ну, нью-бакты, там, достигли какого-то уровня, потом начинают болеть, к ним вообще никакого отношения нет. То есть, люди не испытывают к ним никакой боли. Само пребывание в храме не означает присутствие преданного служения. Следует понять, что ложное отречение рождает имперсонализм, сухость сердца, каменное сердце. Если в храме преобладает ложное отречение, то есть, люди как фанатики действуют, не понимая, что объектом их деятельности является их собственная природа. Если они пытаются развить все сострадания, доброту по отношению к тем людям, которые находятся вокруг них. Если они действуют ради результата, то есть, находясь в гуне страсти, думая, что распространяя книги, там, печа торты всем распространяя, там, они таким образом достигают чистого бакты. Если они бросаются большими лозунгами, но при этом пренебрегают друг другом, это просто сборище имперсоналистов, которые рано или поздно разойдутся, потому что в таком состоянии долго существовать невозможно. Это просто чрезмерные асхезы, больные желудки, больная психика. Все разрушается. Но большинство храмов не находится в таком состоянии. Большинство людей сейчас имперсоналисты, мы ничего не можем сделать. Это не значит, что они бакт-йогой не занимаются. Просто пока уровень сознания такой, ничего не сделаешь. Но есть храмы, где очень личностный подход друг к другу. Я видел такие храмы, и там все процветают. Там все счастливы, преданное служение процветает, люди процветают. Все хорошо. Вот как вы были в Ашин-Ардгенатхин-ханавчинке? Да, я не был, но я знаю, я много слышал об этом. Там личностный подход. Все счастливы, все хотят туда. Все хотят туда, но они все способны так жить, как они. Это надо не быть крипаной, надо самому жертвовать. Надо самому жертвовать для других. Он очень строг тем, кто ведется эгоистично. Он очень строг. Все говорят об этом. Он не терпит, когда бракмачарий не выполняет своих обязанностей, грекарский не выполняет. С грекарский не хотят жертвовать. Храму не хочет иметь дело с такими людьми. Зачем ему нужны скупцы? Если хочешь быть скупцом, иди к скупцам и решайся там. Какие проблемы с этими скупцами? Он сам дает пример при одном служении. Их дает, вдохновляет, трудить. Важен ли такой пример, как говорится, что чистые сознания люди это подобно как лебедям и воронам? То есть они находят места именно где они получают. Конечно. Так и будет. Так будет всегда. Поэтому важность вот этой темы, которая я сейчас говорил, заключается в том, что человек не должен скроить сентименты по поводу близкого общения. И по поводу проповеди можно скроить тысячи сентиментов. И прощать людям любое поведение. Проповедуя Святое Имя, мы должны им давать возможность даже самым эгоистичным настроенным людям. Но по поводу близкого общения никаких сентиментов не должно быть. Если человек не склонен очищать свое сознание, занимается самоконтролем, он не склонен к прогрессу, его надо свое общество отвергнуть без всяких сентиментов. В этом заключается знание. Потому что иначе ты сам отравишься, потому что сложное эго это враг. Он уничтожает все. Если ты так знаешь, то ты знаешь, что тебя тоже общество отвергнет. Если ты будешь жить по-другому, это вызывает обязательность у человека. Главное, Харе Кришна, уже поздно. Продолжение следует...